Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вологодчино, Амурская область, Тульская область, Новый Уренгой, Краснодар, Орел, Ульяновск Тоже с нами, моя однофамилица Самара Так, кто еще с нами? Нижневартовск Кемерло Башкирия, Тамбов, Ногинск Добрый день Так У Татьяны Юрьевны Запороленным был город Томск Латиницы Якутск Псков Так, хорошо, видимо все Да Ну что ж, прежде чем Да, конечно же, давайте начнем Ну, прежде чем начать, хочу сказать, что если будут проблемы со звуком То вы мне, конечно же, напишите Вообще, если будут проблемы Напишите, мы постараемся моментально решить Но думаю, что все будет хорошо Вот Саранск тоже присоединился Поговорим мы с вами о подготовке дошкольников к праздникам И говорить мы сегодня будем в диалоге В такой дискуссии Как вчера написали на вебинаре у Алены Евгеньевны коллеги Такой проведем своего рода педсовет или методическое собрание Ну что ж И поэтому, конечно же, у меня будут какие-то к вам интересные вопросы Итак Цель организации праздников Это обеспечение всестороннего гармоничного развития дошкольников Это требование отвечает основной идее воспитания Воспитать человека, гармонически сочетающего в себе Духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство И все это очень хорошо у нас вписывается в гос. дошкольного образования В его требования Когда мы в продуктивной деятельности воспитываем детей Достигаем своих учебных задач Это тоже возможно посредством проведения праздников Вовлекаем родителей Об этом мы тоже сегодня затронем Вопрос, как их вовлечь в нашу с вами работу И, соответственно, достигаем всех тех целей и задач, которые от нас требуют Итак, ну что ж, давайте обсудим Какие праздники вам больше всего нравится организовывать Напишите, пожалуйста Потому что делать то, что вам не нравится Особенно если это творческая работа Очень и очень сложно Так, вот Кочетковой Насте нравится организовывать Новый год Валентине Рождество и Новый год Елене нравится говорить И делать мероприятия о традициях и обычаях Так, все ведь это праздники Так, хорошо Ну, Владимир написал Рождество, Новый год Хэллоуин Рождество, Новый год Пасхва Новый год День матери Так Крисмос, пишет Мария День рождения Видимо, отмечаете дни рождения своих ребят Да, тоже замечательно Осенние праздники Сценки очень любим Да, вот Ну, соответственно, конечно же Стоит организовывать именно те праздники Которые вам нравятся А про Новый год мы сегодня поговорим в особенности С какими трудностями вы сталкиваетесь? Напишите, пожалуйста А вот Светлане нравится Светлане Владимировне нравится организовывать КВМ Тоже очень интересно День рождения ребятишек И как раз коллеги сейчас уже начнут отвечать С какими трудностями вы сталкиваетесь при организации таких праздников Напишите, пожалуйста Так Костюмы Да, есть такая проблема Много времени уходит на подготовку Это в связи с тем, что Недостаточно каких-то материалов для подготовки Очень много уходит на подбор сценариев Каких-то костюмов На вырезок для поделок, например Подбор нового музыкального репертуара Да, действительно Такая тоже проблема возникает Особенно, когда делаешь это для дошкольников Так Трудности материального обеспечения Распечатка цветных материалов Попробуем сегодня тоже Помочь вам в этом плане Основная трудность участия родителей Ну или глазу? На самом деле нет Родителей нужно просто вовлекать Вовлекать их так, как вам это нужно Так, как вам это может помочь Материальное обеспечение, к сожалению Объясните разницу между русским и британским Рождеством Здесь я не понимаю, почему в другой день Тут надо сказать, что они просто так договорились Детям нужны простые ответы В таком возрасте Так, оформление Писать сценарий На самом деле очень много сценариев у нас есть в интернете Которые всегда можно адаптировать под себя Благо коллеги выкладывают Время и костюмы Нет времени после уроков Надо уезжать на школьном автобусе домой Позже не на чем добраться и реквизит Частично можно подготовиться, конечно же Ну, в вашем именно случае, Наталья Евгеньевна Дистанционно К сожалению, ну, что поделаешь, если только такие Или привлекать родителей Чтобы забирали вместе с детьми Так Нехватка часов с лабурами развития детей Иногда и родителей С родителями нужно работать Вообще, развитие детей напрямую зависит от развития родителей И, соответственно, можно идти с этой стороны Работа с воспитателем Да, бывает, что кто-то не готов к тому, чтобы организовать праздник Или хочет постоять в сторонке И покупаться в лучах чужие слова Группы, где дети разных возрастов Ну, я думаю, что сценки-то уж точно с ними можно поставить То есть тут нужно находить просто такие формы Которые будут универсальны для всех возрастов Поиск музыки Вот А, все, я понял, нули Владимировну Что пассивность со стороны родителей К сожалению А родителей можно замотивировать, на самом деле Можно найти к ним ключики для того, чтобы они заинтересовались этим процессом Так А, вот в глубинке нет интернета Без инстинкционно никогда Вот в таком случае, да Тут уже сложно Тогда нужно, чтобы какой-то из родителей вас С теми детьми, с которыми вы занимались Забирал из школы и вез назад Не так это сложно Сам езжу за рулем Ну, не затратно это И многие явно работают не у себя в деревне И могут себе это позволить без каких-либо проблем Хорошо И еще один у меня вопрос Что больше всего нравится детям делать на празднике? Давайте с вами обсудим Вот у кого Что нравится вашим ребятам на празднике больше всего делать? И уже от этого, собственно говоря, поймем, что нам больше всего необходимо Любит играть Петь песни Танцевать Танцевать и петь Причем на самом деле любит танцевать и петь во всех возрастах Так, петь и танцевать Играть с родителями На празднике Так, игры, танцы Готовить что-нибудь заранее своими руками Да, можно и праздник провести в эту сторону направлено Петь песни Петь играть, танцевать Показывать танцы Показывать себя, свои достижения Выступать Да, в этом нам помогают и сценки И поделки сделаны своими руками Так Рисовать и делать поделки Разукрашивать В общем, творчество Ну, то, что творчество-то, это понятно Так Инсценировки любят Читать стихи Как родители любят, когда дети читают стихи Особенно, если со сцены Так вообще красота Готовить украшения, декорации Вот, об этом мы с ним тоже немножко поговорим Так Танцевать, соревноваться Участвовать в конкурсах и викторинах Хорошо Ну что ж, давайте тогда все это обсудим Вот, соревноваться любят Обсудим все это Будут еще у нас вопросы по ходу вебинара На которые мы также с вами ответим Если будут какие-то комментарии Дополнения В ходе нашей дальнейшей работы Я тоже с удовольствием Отвечу Вот Ирина Зиньковская пишет Только коряво готовят декорации На самом деле им нужно давать закартовки Кое-какие из них я вам сегодня покажу И я думаю, что мы с вами сегодня Очень и очень хорошо поработаем Судя по нашему с вами началу Итак, что может включать детский праздник? Отчасти мы с вами уже Об этом стали говорить Вот, правильно пишут Зато сами есть к чему расти Верно Потому что, знаете как Если мальчик не испортит 350 Каких-то домашних часов Не закоротит два раза электрит Ну, постарше уже, конечно Если не сломает 350 игрушек Он никогда не научится их чинить Ну, это так, к примеру Из своего личного опыта Итак, что может включать детский праздник? Конкурс Конечно же И конкурсы в принципе Причем, опять-таки Все это может быть включено Как в канву какого-то сценария Со сценками С какими-то предысториями Это также может быть И какие-то отдельные составные части Может включать викторины Может включать сценки Либо Когда идет полностью сценарий Состоящий из каких-то сценок Конечно же Можно и песенки попеть Можно и почитать стихи Которые тоже Опять-таки Как мы все знаем Можно включить очень интересно В сценарий Загадки Можно загадывать залу загадки Можно загадывать загадки И даже и родителям Танцы Ярмарки Фестивали КВН Как мы с вами говорили И если есть еще какие-то Варианты того Что можно включить Детский праздник С удовольствием Я зачитаю Потому что всего Перечислить невозможно Вот с утра Добавились ярмарки И фестивали Мы еще с вами Добавили сейчас КВН Может быть еще что-то есть Что я не перечислил И коллегам Наверняка будет интересно Так Да Ну и Вот конечно же Очень приятно Что действительно Когда дети Сами Что-то делают Сюрпризный момент Да Когда есть Какое-то волшебство Какая-то тайна Их тоже можно Включать В свою работу Либо допустим Сделали какие-то поделки Но Вы им сказали Что вы с ними будете делать дальше Я вам скажу Уже в ходе мероприятия И допустим Они дарят их родителям Опять-таки Сюрприз И для родителей тоже Спектакли Ну сценки Это Спектакли к ним подходят Вот выставок Не было Выставки Согласен абсолютно Выставки своих работ Квест-экскурсия В сказку Например О как интересно Ирина Зиньковская А вы такие проводите Потому что Действительно Это достаточно сложно В подготовке И очень-очень интересно Фото выставки Конечно Вот И у кого-то я завис Татьяна Владимировна Я завис Заморозьте видео Со мной Все будет хорошо Так Ирина Зиньковская Пишет Да Очень-очень интересно Если поделитесь На english-титиус.ру Своими идеями И тем Как это правильно Организовать Мы будем Очень-очень рады Выпуск Стенгазет Почему бы и нет С помощью взрослых С помощью вас Тоже очень интересная вещь Например Стенгазета Как отмечать Новый год В разных странах Хорошо Так Если будет что-то еще Так На зимних каникулах Поделюсь Вот Спасибо большое Лично я буду ждать первой Потому что на самом деле Мне такие вещи Было очень-очень тяжело Организовывать В свое время Поэтому Интересно Я думаю Коллеги тоже оценят Спасибо Итак Секундочку Какие можно выделить Этапы разработки Детского праздника На самом деле С учителями В том году В Московском институте Открытого образования Мы После того Как Разобрали Вот этот слайд Еще и Продумывали На вскидку Какое-нибудь мероприятие Группами Было очень интересно Итак Ну что ж Давайте попробуем Постановка целей У нас идет На этом этапе Необходимо определить Тематику праздника Продумать Какие учебные цели Можно достичь И согласно ей Сформулировать Свои собственные цели То есть Мы всегда можем Объединить Например Английский язык И праздник Можно объединить Развивающие задания С праздником Можем Видить все что угодно И В этом случае Это не будет плохо Это будет очень-очень Даже хорошо Вот Обязательно оценивание Награждения Абсолютно согласен Мы как раз В конце И к этому Тоже подойдем И фокусы Да Действительно Тоже очень интересны Так Дальше Когда мы поставили С вами цели Целей Будет скорее всего 2-3 Минимум Мы идем К разработке задач Которые помогут Нам достичь Эти цели Для одной цели Скорее всего Должно быть разработано Как минимум 2-3 задачи Такая структуризация Работы Поможет определить Дальнейший ход Мероприятия То есть Если нам нужно Провести Новый год Мы знаем Что наши дети Любят больше всего Участвовать в сценках И читать стихи Соответственно Нам нужно Объединить стихи И сценки А если мы Допустим Занимаемся Английским языком Значит нам нужно Включать еще Либо какие-то Рифмобки На английском языке Либо стихи Где есть английские слова Может быть стихи Загадки Туда же Включить Дальше идет Формирование сценария Для приблизительного Хода проведения мероприятия Что тоже Очень хорошо Поможет нам Структурировать Наше Мероприятие То есть Хотя бы там Должны быть прописаны Кто за кем выступает С чем выступает Чтобы вы Всегда могли Легко сориентироваться Как вам быть Потому что Всегда бывают Непредвиденные обстоятельства Особенно с маленькими детьми Продумать Подведение итогов Как коллеги пишут Может быть Это будет оценивание Награждения Может быть Это будет Какая-то Форма рефлексии Может быть Это будет И то и другое Но об этом Конечно же Стоит подумать Заранее Ну вот Ну я думаю На Новый год Какие-то Подарки Явно Может быть Вы вместе С родителями Подготовите Может быть Даже своими руками А какие проблемы Возникают При организации Детского праздника Ну очень часто Есть проблемы С обувью И нарядами детей Это тоже Я никогда не работал В детском саду Но очень много Читаю в интернете Того что пишут коллеги Поэтому вот Сделал такую Небольшую подборку Итак Это обувь На ряда детей Есть такая проблема Поскольку На музыкальную деятельность Как мы с вами Выяснили Приходится больше 50% времени Это время На движение Детям нужна Удобная обувь Мягкая Гибкая Легкая Во всех отношениях Комфортная Ну и тут Конечно же Нужно говорить С родителями Чтобы не одевали детей В обувь Вообще В первый раз Такое тоже бывает Самый распространенный вариант Это чешские балетки На праздниках Туфельки Количество и качество Стихов Исполняемые Детьми на утренниках Поскольку Родители Очень часто Хотят Чтобы дети Читали стихи Невозможно Прослушать 25 Даже маленьких Стишков Даже если Они будут Чем-то Разбавлены На мероприятии Очень часто Непонимание Своей роли На праздниках Родителями Обиды родителей По поводу Распределения Стихов Участие В индивидуальных Танцах Вот правильно пишет Время на подготовку Да Это тоже Очень частая проблема Что нету Много времени На подготовку Тогда нужно Собственно Делать что-то такое На что Для чего Не нужно Так много Времени Готовиться Предложите Спросить их Ребенка Что им больше Хочется Да Это как совет Вам Как объяснить Что-то Родителям Играть Петь Плясать Или сидеть И слушать Стихи Прислушаться К своим Детям И некоторые Родители Очень часто Выпускают Из видов Что они Пришли на праздник Не для детей На праздник Для детей А не на представление Для родителей Да И Кстати Очень часто Да Действительно Очень часто Проблема Новогодний И проводили Более опытные Вожатые Конкурс Для Вожатых Значит Детям Была поставлена Задача На одном Из этапов Что они Такая Абсолютно Неадекватная Группа Каждый Из них Мог Говорить Допустим Одна Говорила Я ромашка Другая Говорила Тимми Тимми А с ними Нужно Было Организовать Быстро Сценку Представления Их Отряда Знаете Это Получилось Просто Как оказалось Нужно было Сделать Связки Между этими Единичными Словами И все Оказалось Очень Хорошо На самом Деле Тут Все Решаемо То есть Мы Работаем От Того Какая У нас В данном Случай Группа Как часто Они Болеют И тогда Все Очень Даже Замечательно Получается Вот Иногда Дети Стесняются Выступать Я В этом Случай Один Раз Поступил Так То есть На сцену Выйти Они Именно Вожатом Работал Ребята В лагере Но Как-то С текстами Возникали У нас Проблемы И с Их Произношением И стеснение Мешало Тогда Мы поставили Одного Человека За кадром Который У нас Читал Текст А сценки Были Фактически Менуни Тоже Очень Хорошо Работает И Почему Были Нет Возможно И вам Это Пригодится Может Если Мальчик Так Хорош Или Девочка Хороший Чтец Остальные Будут Красиво Показывать Фактически Пантамин Да Вот Алена Евгеньевна Говорит Что Действительно Да Был Вебинар Про Пассивных Детей Может Быть Полезно Посмотреть В таком Случае И его И Как-то Подготовить Детей С этой Точки Зрения Итак Давайте Посмотрим У нас Есть Замечательная Новинка Которая Открывает Серию Книг К Празднику И Первая Книга Посвящена Конечно же Ближайшему Нашему Празднику Новому Году Возможно Какие-то Элементы Этой Книги Помогут Вам Для того Что Собственно Говоря Подготовиться К Празднику Порадовать Ребят Либо Провести Какие-то Такие Праздничные Занятия В группе Итак Что Там Есть Там Есть Игры Там Есть Поделки Там Подарки Там Есть Развивающие Задания Все это Можно Сделать Своими Руками И Вот Пожалуйста У нас На 13 Странице На Примере Мы Можем Увидеть Снегурочку Которой Нужно Помочь Прийти К Деду Морозу Я думаю Что Очень Хорошее Задание Которое Помогут Развить Детей И Ввести Их В Новогоднюю Тему Вот Владимир Пишет Сегодня Как раз Получил На почте Замечательное Пособие Да На почте Знаете Я вот Испытываю Огромное Удовольствие Когда получаю Какие-то Посылки По почте Потому что Чувствуешь Себя Как Как будто Ты стоишь Под новогодней Ёлкой И раскрываешь Подарок От Деда Мороза Хоть Даже Сам Себе Это И Заказал Итак Еще Одно Интересное Задание Рассказь Рисунок По цвету Точек Очень Хорошо Помогает Развить Помогает Коль Зашла Об этом Речь И Такое Задание Также Помогает Научить Ребят Соотносить Цвета Не выходить За контуры Все это Очень Хорошо Помогает В развитии Как Творческом Так И Мелкой Моторики Использование Ресурса Поделок Вот Говорили Что Декорация Сложно Делать Потому что Делать Видимо Хотят Но Еще Не могут Сделать Их Качественные Да Можно Нарисовать Праздничную Елочку А можно Ее Вырезать По Выкройке Которые Есть В Книге Новый Год На Седьмой Странице Вот Можно Немножко Увидеть На Фотографии В собранном Виде Она Верхняя Часть Указана Там Получается Она С бантиком Со Звездочкой В общем Красота И удовольствие Либо Вырезать Детали Со Страницы Девять И Сделать Звездочку По Инструкции Получается Такая Украсить Новогоднюю Елку Маленькими Елочками Тоже Можно Елку Украсить Либо Украсить Зал Либо Подготовить Таким Способом Сцену Да Ладошки На Зеленой Бумаге И слепить Вот И елка Да Вот Вин Зиньковский Очень Творческий Видимо Человек Что Очень Приятно Что Среди Наших Коллег Такие Люди Есть Пишите С удовольствием Буду читать Все Ваши Интересные Комментарии Да Можно Поступить Соответственно И Самостоятельно Можно Воспользоваться Вот Такой Книгой И Например Вот Елена Пишет Ну Вообще Все Из ладошек Делали Снеговиков Солнце Птиц Почему Б И Нет Смотрите Еще Интересное Задание Можно Допустим Разделить Ребят На Две Или На Три Команды И Предложить Такое Задание Найди Пять Отличий И Кто Первый Отгадает Тому Какой Это Маленький Подарок Нужно Сравни Двух Дедов Морозов И Найти Сус Эти Пять Отличий Дорисуй По точкам И Раскрась Ну Это Такое Уже Больше Задание Конечно В группе Для того Чтобы Настроить На Новогоднюю Тему Для того Чтобы Порадовать Ребят Раскрыть Ее Полностью Также В этой Книге Можно Найти Несколько Простых Описаний Того Как Праздновать Новый Год В разных Странах Помню Был Вопрос Что Как Объяснить Разницу Между Рождеством За рубежом И Новым Годом У нас Что Что Это Все Разное Время Вот И Соответственно Этим Всем Можно Очень Хорошо Воспользоваться А Маски Для Сценок Тоже У нас Есть В Книге К Празднику Новый Год Их Также Можно Использовать В своих Мероприятиях Дети Могут Их Себе Сами Вырезать Продеть Веревочку И Получать Удовольствие Да Вот Сидит Картинки С Названием Тоже Очень Хорошее Задание Которое Можно Применить Можно Как я Говорил Объединять Учебные Задачи И Собственно Говоря Наши С вами Праздничные Задачи Назовем Их Так Например Мы С вами Когда-то Проходили Или Вы С ребятами Проходили Стихи Загадки О Подводных Жителях Нужно Ребята Много Болели Нужно Какие-то Стихи Или Загадки Для Нового Года Почему бы К Новому Году Не Прочитать Замечательное Стихотворение Про Кита Давайте Я вам Прочту Кит гуляет На просторе В океане В синем море Он Огромный Добродушный И Хозяин Он Рад Приветствовать Гостей Ввысь Фонтан Пускает Вэйл Можно Задать Как Загадку Для Родителей Он Или Кто-то Прочитает Допустим Более Короткую Загадку И Поворобует Предложить Залу Ее Отгадать Он По виду Та же Рыба Но Огромный Глыб В море Синим Обитает И Фонтан Воды Пускает Он Не Хищник Не Злодей Кто же Это Это Вэйл А можно Сделать Выкройку Игрушку По Выкройке Которую Если К ней Приладить Веревочку Можно Повесить На Ёлку Или Украсить Зал Вот Марков Борис Иванович Пишет Задание На Отличие Можно Обыграть И 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 Конечно Они В Чем То Перекликаются И Почему Действительно Их Не И 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 Вот Такой вопрос Павгост Предлагает Объединить Дошкольные Учреждения Школы Кто-то Будет Организовывать Праздники В Чопар Вколе Пойдут Бала Знаете Я сталкивался С Ну И Соответственно Все Остается То же Самое Просто Все Подчиняются Директору Объединенного Учреждения Так Так Если Плохая Связь То Стоит Заморозить Изображение Со мной Потому Что То Что Я Говорю Намного Важнее Моего Лица И Это Прибавит Вам Скорости У Кого Хорошо Видно Тоже Спасибо Интернет Провайдерам И Нашим И Вашим Итак Стихи Загадки Можно Кстати Вот Слайд С тем Как Выглядит Эта Выкройка Которой Можно Воспользоваться И Соответственно Все Будет У вас Хорошо И У Ребят Все Получится Кстати Эту Выкройку Еще Нужно И Докрасить Что Тоже Будет Интересным И Приятным Моментом Итак Как Я Говорю Мы Немножко Затронем Тему Привлечения Родительского Потенциала А Внеклассном Приятии Имеет Широкие Возможности Для Привлечения Социального Опыта Родителей Родители Могут Подготовить Какие-то Подарки Родители Могут Выступить Вот Как Мы Утром Говорили С Коллегами В роли В роли Кто-то Из Пап Деда Мороза И Нужно Объяснить Что В этом Нет Ничего Плохого Что Наоборот Это Замечательно Что Так Они Порадуют И своего Ребенка И Детей Своих И друзей Своего Ребенка С которыми Он Занимается В группе Родителей Можно Привлечь К Украшениям Сцены Можно Привлечь К Вообще К Участию В цемках Это Будет Иметь Очень Огромный Потенциал И Наконец Родители Будут Проводить Время Со своими Детьми Потому Что К сожалению Очень Часто Работа Нам Мешает Это Осуществить Вот На то Сто Родители Пекли Печенье В форме Снеговиков Почему Б И Нет Хороший Подарок И Собственно Говоря Приготовлен Не Вашими Руками Потому Что Наших С Да Вот Один из пап Вошел в роль И напугал детей До слез Пап Пап Надо Готовить Папы Такие Люди Да и Мама Иногда Тоже Которые Особенно Папы Мы Любим Заигрываться Если Мы Вошли В Игру То Иногда Конечно Немножко Не хватает Такого Элемента Тормоза Поэтому Заранее Нужно К этому Готовиться Родители Также Читают Стихи Деда Мороза В конце Праздника Вводят Хоровод Вокруг Ёлки Вместе Детьми Да Почему Нет Хороший Способ Показать Детям Что Они Делают Что То Что Они Делают Это Не Детское А как Они Любят Это Так Поступают И Взрослые Да Можно Привлечь К участию В Конкурсах Можно Сделать Отдельный Конкурс Для Да Вот Правильно Пишут Это Наверное Переполнение Эмоций Вот Папа Так Напугал Детей Действительно Ну Входит Человек Враж Разыгрался И Действительно Мог Напугать К этому Нужно Готовить Ничего А то Иногда Папа Особенно Забывает То Что Они На Детском Празднике Они На Корпоративе Вот И Поэтому С этим Тоже Надо Работать Вот У нас Больше Идет Работать С родителями В виде Семинаров Мастер Класс А Почему Бо Не Сделать Мастер Класс Который Мотивирует К тому Чтобы Помочь Вам Провести Какой То Праздник Был Б Замечательный Мастер Класс И Опять Такие Семинары И Родительские Собрания Потому Что Ну Помню Школьные Родительские Собрания Очень Часто К сожалению Полезный Коэффициент От Их Проведений Не Очень Высок А в таком Варианте Было бы Очень Даже Хорошо И Собственно Говоря Как Объединить Учебные Задачи С детским Праздником Использовать Стихи Загадки Мы Об этом Уже Немножко Поговорили Ставить Сценки Описанные В курсах И пособиях Это Кстати Еще один Хороший Вариант Как Подготовиться Быстро И Подготовить Даже Детей Которые Болели За Кратчайшие Сроки Выполняйте Развивающие Задания Действительно Есть такая Проблема Ее Описывает Инга Очень Много Родителей Приходят На праздник Как Видео Оператора Тут Стоит Просто Замотивировать Их На то Чтобы Договориться Договориться Очень Простым Способом Вот Допустим Когда Фотоаппарат В моих Руках То Ничего Хорошего Не Получается Ну Нету К этому Ничего Таких Каких Хороших Науков И стоит Выделить В таком Случае Пару Видео Операторов Пару Фотографов Которых Явно Это Получается Намного Лучше Чтобы Они Отфотографировали Отснимали Всех Ребят Да Используйте Изучаемый Материал Елена Абсолютно Правильно Пишите Я специально Оставил Здесь Трое Точи Для того Чтобы Вы Могли Поделиться Своими Идеями Заложу Я тоже С вами Поделюсь Да Самое Верное Решение Используйте Изучаемый Языковой Материал И давайте Посмотрим На это Опять Таки Использую Стихи И загадки Вот Ни разу Еще Не показывал Этот Разворот Сегодня Впервые Из стихов И загадок О Животных Где Мы можем Например Прочитать Стишок Про Топтыгина По-английски Б Медведя Либо Прочитать Сам Стих Или Прочитать Загадку В цирк Идет Сегодня Федя Посмотреть На трех Медведей Здесь Они Милы Послушны И бояться Их Не нужно Но В лесу Другое Дело Здесь Медведь Опасен Б Вот Такое Стихотворение Может Прочитать Кто-то Из Ребят Наверняка Вы Его Уже Проходили Соответственно Его Нужно Будет Только Освежить В памяти А Кто-то Другой Может Прочитать Загадку Кто Зимой В берлоге Спит У кого Сердитый Вид Он На дерево Залез Любит Мед Малину Ест Я Увидев Арабелла Догадались Это Бэя Такие Загадки Загадывать Родителям Которые Не занимались С вами На занятиях И должны Будут Собственно Вспомнить Кто Ж Это Есть Можно Использовать И Стихи Про Лошадь Тем более Что Вот Загадку Я Сейчас Прочитаю Очень Четко Нас Наводят На мысли Про Новый Год Скачет Быстро Что Есть Мочи Поскорей Домчаться Хочет Развиваются И грива На ветру И хвост И грива В санках Едет Дед Мороз Чит Иог Детишкам Коз Вот так Мы Соединяем И учебные И наши Праздничные Задачи И соответственно Получаем Хороший Результат Даже Без Длительной Подготовки Потому Что Наверняка Вы Пользовались Этими Материалами В ходе Своих Занятий Иностранным Языком Также Есть Праздничные Занятия У нас В курсе 12 шагов К английскому Языку Которые Можно Настраивать На праздничное Настроение И часть Можно повторить В ходе Праздника Например Если Первое Задание Вы Выполнили Все Вместе И в принципе Второе Третье Тоже Все Вместе Выполнили Четвертое Выполнили Вместе Тоже В группе То Третье Задание Можно Явно Потом Как Рифмовку Повторить В ходе Праздника На английском Языке Ну Давайте Послушаем Аудиозаписи К Второму И третьему Заданию Чтобы Понимали Как Замечательно Можно Работать С этими Чтобы Мы могли Понять Как Замечательно Можно Работать С Замечательно Замечательно Приходит Санта Клаус Он Попадает В дом Через Печную Трубу Приносит Вкусное Угощение И чудесные Подарки Которые Кладет В чулок Сандра И Александр Вешают Чулок У камина В комнате А как Приносит Подарки Дед Мороз Что Обычно Дарит Тебе Дед Мороз О каком Подарке Ты мечтаешь Повтори Repeat Christmas Here Christmas Here Santa Claus Is Near With A Stocking He Comes To Me Christmas Present Да, ну вот Видимо Запись уже Закончилась У нас с вами Конечно же Есть задержка Небольшая Такая разница Во времени Вот Пишет Я даже не знал Что в 12 шагах Рождество есть Я 5 и 8 Апробирую На самом деле Есть И это Из второй части Курса 12 шага Можно использовать Даже если Апробируете 5 и 8 Иначе с них Вернуться К этой теме Ничто Нам с вами Не мешает Им будет Только чуточку Проще Да Вот Нули Владимир Один из наших Апробаторов Пишет Что это Занимает 1 час Если я правильно Понял Да Вот Возьму Завтра у коллеги У нее Первый Четвертый Конечно же Почему бы И нет Тем более Видите Если у вас Есть Все книги Просто у разных Коллег Почему бы Не воспользоваться Смотрите Есть вот такая Замечательная Рифмовка Она озвучена И соответственно Совершенно спокойно Мы можем Благодаря ей Подготовить Наш Какого-то Воспитанника Для того Чтобы Он Прочитал Эту Замечательную Рифмовку На английском языке Да Это вторая часть Пособия Действительно Также Есть замечательное Задание Где нужно Сказать Что В какой Часть Елочки Пойдут Вот эти Замечательные Украшения Хорошо Можно разыгрывать Сценки Как я говорю Да Вот Вероника Пишет Очень интересно Как можно Соединить языковой Материал С мероприятием Пожалуйста Посмотри Послушай Пятое Задание Где Ну Как мы Видим Есть такой Небольшой Комикс В котором Участвуют Три Героя Санта Клаус И Чарлиз Китти Это Вот эти Замечательные Кошечка И собачка Можно Вот Такую Небольшую Сценку Разыграть Просто По Ролям Опять-таки Поскольку Все Озвучено Очень Легко Готовиться Они могут Готовиться Дом Прослушивая Аудиозапись Своей Роли Можно И опять-таки Сделать Синемую Сценку Если Очень Тяжело Делать С Голосом Ну И Также Можно Выполнить Те Задания Которые Как Такие Праздничные Входят В курс Наших Праздничных Занятий В ходе Ежедневной Работы Также Очень Интересное Задание Где Нужно Распределить Что Относится К К К Костюму Санта Клаусу И Виду Его Транспорта Что К И Собственно Говоря Можно Использовать Это Задание В ходе Праздника Допустим Разделив Ребят На команды Вот Нилия Владимировна Пишет У меня девочка На Новый год Попросила У родителей Чарли Ну Видите Как Хорошо Может Один Из Питомцев Найдет Свою Хозяйку Почему Б И Нет Вот Родители Рассказывали Это Говорит О том Что К К Ей Показалась Очень Интересной И Она Очень Глубоко Прониклась Так Можно Поиграть В Различные Игры Например Опять Таки Соединяя Учебные Задачи Используя Алфавитные Карточки Как на Английском Так и На Русском Языке Что Нужно Для Нового Года А Что Нет И Соответственно Вы Показываете Карточки Они Вам Готовочку Сделать Можно Опять Таки По Командам Распределить Карточки Из Предложенных Опять Таки Вот Смотрите Если В Предыдущем Случае Явно И Яблоко И Банан Можно Включить В То Что Нужно К Новому Году Можно Кстати Сыграть А что Можно Повесить На Новогоднюю Ёлку А что Нет То Здесь Явно Вот Цветок Это Не Атрибут Нового Года А вот Эльфы Новый Год Конечно Же Окружают А Также На Русском Языке Хлеб Явно Пригодится К Новому Году А Цыпленок Это Должен У нас Расти На Ферме А Не Быть Участником Нового Года Особенно Такой Как Видно Очень Живой Не Игрушечный И Пушистенький А Также Часы Это Явный Атрибут Нового Года Потому Что Часы 12 Бьют Без Часов Новый Год Вообще Не Состоится Шляпа Тоже Атрибут Нового Года Потому Что Она Нужна Девочкам Ну И так Далее То Тут Можно Какие-то Идут Накладки Можно В Принцип Включать В Свой Праздничный Концерт Как Я Говорил У нас Есть Огромный Потенциал У поделок Например Можно Сделать По Выкорок И в Стихах И загадках О Игрушках Вот Такой Замечательный Самолетик Раскрасить Его В Снежинке Либо Раскрасить Его С Портретом Деда Мороза И Снегурочки И повесить На елку Либо Украсить Такими Самолетиками Зал Вот Детки С интересом Следят За героями 12 шагов Да Можно Опять-таки В карточке Играть Для Как в игру Чем Сервировать Стол Подойдет Как для Нового года Так для 8 марта Так и Для 23 февраля И Такая игра Действительно Из 12 шагов Абсолютно Верно Также Можно Вот Смотрите Есть у нас Замечательная Выкройка В И Развивашках Птицы И В Стихах И загадок О Вот Такого Павлина Которого Тоже Можно Если Проделать Дырочку И Немножко Покрепче Скрепить То Тоже Можно Повесить Такую Замечательную Игрушку Своими Руками На Новогоднюю Ёлку Можно Использовать Карточки Игрушки Это Поможет Сделать Сценки Когда Нашим Ребятам Не нужно Выходить На Сцену Кстати Помогать Спасивными Детьми Когда Они Просто Допустим Из-за Какой-то Символичной Сценки Их Не Видно А Показывают Карточки И читают Свои Роли Либо Используют Игрушки Да Такой Вот Игрушечный Театр Тоже Очень Хорошая Вещь Что Может Помочь Провести Праздник И Растормошить Как пассивных Детей Так И заинтересовать Тех Ребят Которые У нас И активны Потому Что Как Новую Форму Проведения Сценки Тем Более Что Предложенные На Слайде Карточки Достаточно Большие То Всех Будет Неплохо Видно Даже Средина Классной Комнаты И Подводя Итоги Нашей Сегодняшней Встречи Я думаю Что К этим Итогам Можете И даже Будет Очень Приятно Если Присоединитесь Вы Дадите Какие-то Свои Последние Советы И Комментарии Давайте Обобщим Итак Детские Праздники Это Интересная Творческая Работа Для Нас Здесь Мы Можем Раскрыться И Появить Себя Форм Проведения Огромное Количество Как мы С вами Говорили Кстати Это И Творческая Работа Для Ребят А Позволяет Раскрыть Творческий Потенциал Как Педагога Так И Наших С вами Детей Воспитанников Позволяет Раскрыть Потенциал Наших Родителей С которым Нам Тоже Приходится Работать Да Вот Правильно Пишет Елена Мощный Способ Мотивации Включу На слайд Честное Слов Потому Действительно Абсолютно Верно Если Есть Соответственно Вопросы Либо Какие Комментарии Задавайте Их Я Надеюсь Что Наш Сегодняшняя С вами Встреча Была Приятной И полезной Так Да Вот Пишет А также Родителей Соглашается Со мной Татьяна Юрьевна Потому Что Родители Тоже Нужно Рассказать Ими Нужно Работать И Нужно Тоже Помогать Раскрыть Себя Потому Что На то Чтобы Стать Родителем Не Учит Да Вот Можно Для детей Заранее Сделать Все Вырезки И Раздать На Занятии Так Делают Детских Садат В садах Вырезают Ксерокопию Да Почему бы И нет Давайте Я выложу Код Для сертификата Если Есть Еще Какие Вопросы Какое Это Время Я С вами Пока Все Не Разбежались Хочу Сказать Что Это Наша С вами Последняя Встреча В данном Календарном Году Теперь Мы С вами Увидимся В 2016 И Поэтому Хочу Вас Поздравить С Наступающим Новым Годом Хочу Чтобы Праздники У вас Прошли Тоже На Одном Дыхании Очень Впечатлительное Очень Приятно Чтобы Вы Хорошо Отдохнули Чтобы Вы Хорошо Провели Новогодний Вечер И Чтобы Все У вас В будущем Году Было Только Со Знаком Плюс Вот Хочется На уроке Мы Режем Дети Говорят Кат 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 Так Запоминает Неправильный Глагол Да Почему Бо И Нет Тоже Очень Полезно Спасибо Большое За Взаимное Поздравление Да Вот Навык Вырезания Нужно Формировать Ксерокопию Помогает Конечно Потому что Иначе Можно Случайно Разрезать Красивую Поделку И Получить Много Детских Слез Поэтому Конечно Стоит Сначала Потренироваться На Ксерокопиях Вот Хорошо Раз вопросов Больше Нет Спасибо Вам Большое Мы Конечно Будем Дублировать Код Для Скачивания Сертификата Слайд О том Как Его Получить Перед Вашими Глазами Вместо Презентации Видеозапись И презентацию Можно Будет Скачать Уже Завтра Спасибо Большое Всего Доброго И до Новых Встреч